Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. К шестой годовщине создания Ассамблей Западной Армении и окончания выбора второго созыва законодательного органа Западной Армении. В Нидерландах церковь проводит бессрочную литургию для защиты армянской семьи беженцев. Украина призывает Турцию закрыть Босфорский пролив для российских кораблей. Сирийская оппозиция недовольна незаконно присутствием США в стране, заявляет российский делегат Сирии. Трамп отменил встречу с Путиным. 300-летний мост был разрушен за один день. Я армянин, и это не обсуждается. Николя Азнамов. Шесть лет назад в этот день Национальный совет Западной Армении объявил о создании Национальной ассамблей Западной Армении. Представляем вам отрывки из собрания. Решение о создании парламентской ассамблеи, парламента, Франция, Париж, 30 ноября 2012 год. Статья А. Национальный совет Западной Армении и западное армянское правительство вместе взяты и берут на себя ответственность за создание государственных систем Западной Армении, для которых создана специальная комиссия для осуществления Национальной ассамблей Западной Армении. Статья А. Национальное собрание парламента Западной Армении также будет осуществлять консолидацию сил армянского народа. Национальное единство и армянское право являются основой армянского вопроса, то есть армянских претензий. В то же время признается одна истина, что армянский народ должен жить самодостаточным и в будущем в одном объединенном и независимом армянском государстве. Статья А. Руководствуясь вышеупомянутыми документами Национальный совет Западной Армении и правительство Западной Армении, объявляют о решении создания Национального собрания парламента Западной Армении. Это решение послужит основой для декларации Национального собрания Западной Армении. Статья Е. Это решение вступает в силу с момента его подписания. Армен Акабра Амян. Председатель Национального совета Западной Армении. Сегодня 24 часа ровно завершаются выборы в Национальное собрание Республики Западной Армении. Нажав на ссылку «Список кандидатов», вы познакомитесь с кандидатами в депутаты в анкете. Заполните форму своего гражданства и примите участие в выборах. После регистрации вы можете проголосовать в опросе «Да», «Нет» или «Возражается». После регистрации вы можете проголосовать в запросах «Да», «Нет» или «Воздержаться». Вы можете ознакомиться с данными каждого кандидата, щелкнув по имени. Указ номер 51. Результаты выборов депутатов второго созыва Национального собрания Западной Армении будут объявлены 16 декабря 2018 года и транслироваться на следующий день, 17-12-2018 года, в 14-ю годовщину Национального совета Западной Армении. Армен Акабрамян, президент Западной Армении. Уже больше месяца протестантская церковь в Гааге днем и ночью, 7 дней в неделю, не прекращает богослужение, чтобы спасти армянскую семью, которой грозит высылкой из страны. С конца октября семья Тамразянов, которой трое детей, вынуждены укрываться в церкви, поскольку суд отказался представить им разрешение на проживание в стране. Местные СМИ пишут, что полицейские с ордером на депортацию дежурят у дверей церкви, однако не могут войти вовнутрь, поскольку по закону им запрещено входить в церковь и проводить задержание во время богослужения. Голландские власти считают, что Армения сейчас является безопасной страной и семья может беспрепятственно вернуться на родину. «Предоставление им убежища было тяжелым, но правильным решением, в свою очередь, говорит председатель Совета протестантских церквей Нидерландов Тео Хотема. Мы стояли перед сложной дилеммой. С одной стороны, уважение человеческого достоинства и христианских ценностей, с другой стороны, решение правительства. В конце концов, однако, я сказал последователям нашей церкви, что мы должны открыть двери перед этой семьей, чтобы оставаться верными принципу гуманизма и гостеприимства церкви, добавляет он. Это решение церкви помочь людям, пойдя против правительства, объединило сотни людей. Десятки семей из дальних и близких от Гааги городов ежедневно посылают там разянам помощь – еду, игрушки, цветы и теплые слова. А на месте добровольца из близлежащих районов вместе со служителями церкви проводят круглосуточное дежурство. Христианская община буквально построила дом для тамразянов, который основан на молитве и вере, написал в Твиттере один из протестантских пасторов, добавив, что они получают письма помощи и звонки в поддержку со всего мира. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган заявил, что из-за нарушения морской границы России военно-морскими силами Украины обсуждалась возможность преодоления кризиса между Россией и Украиной с участием Турции. Командир военно-морского флота Украины Игорь Воронченко заявил, что власти страны попросят Турцию закрыть Босфорский пролив для российских военных кораблей. Как командующий военно-морскими силами, я уверен, что международное сообщество примет решение и признает агрессию против украинского государства. Мы постараемся попросить, чтобы проход был закрыт, отметил Игорь Воронченко, обвинив Россию в нарушении международного права. В прошлое воскресенье Федеральная служба безопасности России ФСБ объявила, что три украинских военных корабля незаконно пересекли российскую морскую границу, когда они пытались перемещаться по Керченскому проливу до Азовского моря. В конце концов, Россия захватила корабли после того, как те не ответили на законные требования покинуть этот район. Москва назвала эти события определенной провокацией в нарушении международного права. Представители сирийской оппозиции на переговорах по Сирии в Астане выразили неприязнь в связи с присутствием США в стране и опасение, что американцы ведут дело к разделению страны, заявил спецпредседатель президента Российской Федерации по сирийскому вопросу Александр Лаврентьев. Этот вопрос, конечно же, обсуждался. Ситуация на северо-востоке Сирии, которая сейчас находится под контролем США, в котором правительство США отказывает поддержку курдским формированиям племенам в борьбе с так называемым исламским государством, заявил он на пресс-конференции по итогам встречи по Сирии в Астане. В частности, представитель Сирии сказал, что Турция содействовала химической атаке на город Алеппо 24 ноября. В результате этой атаки от снарядов с газообразным хлором пострадали более 100 человек, в том числе большое количество женщин и детей. «Мы знаем, кто дал им указания и позволили им использовать это оружие», – добавил он. В Астане стартовал 11-й тур мирных переговоров по Сирии. Лидеры России и США должны были встретиться в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Но из-за кризиса в Керчи Трамп отменил встречу. 25 ноября около Крымского полуострова произошло столкновение между российскими и украинскими военными кораблями. Российские корабли береговой охраны открыли огонь и захватили украинские корабли. Шесть украинских моряков были ранены, и Киев объявил военное положение в 10 из 27 регионов Украины, включая все морские и пограничные границы с Россией, отметил Кремль. Добавив, что решение Киева о введении военного положения еще больше усугубит конфликт. Часть моста Кемертаж, относящегося к эпохе 300-летней давности, была разрушена из-за работ на дороге, соединяющей район Чай-эль-Ризе с деревней Каптан-Паша. Чтобы улучшить дорогу, они попытались поднять ее на три метра, повредив мост, что в свою очередь вызвало гнев жителей. По словам жителей, ни один исторический объект в этом районе не охраняется, и многие разрушаются. Представители общины посетили место происшествия, ознакомились с ситуацией. Мэр Чай-эль Мехмед Остюрк сказал, что часть моста была повреждена в результате работ по благоустройству дорог, но конкретные шаги по ситуации пока не последовали. Сын всемирно известного французского шансонья армянского происхождения Шарля Азнавура Николя накануне был в Москве, и в эксклюзивном интервью «Рус Арм.Инфо» рассказал о том, как решился на переезд в Армению и как чувствует себя на родине предков. Выросший в Швейцарии Николя в Армении был неоднократно, но окончательное решение о переезде принял в этом году. «Я люблю Ереван, он мне очень нравится, там комфортно», – отметил Азнавур-младший, делясь впечатлениями о жизни в армянской столице. «Главной трудностью, с которой один из шести детей легендарного шансонья столкнулся после переезда в Армению, стало незнание языка. Сейчас я активно учу армянский язык, но армянский язык очень сложный, его получается учить постепенно. Живя в Армении, я смогу ускорить свое обучение», – отметил сын в Шансонье. По словам Николя, у которого шведские корни по матери в Армении его часто не принимают за армянина, и ему приходится доказывать, что он настоящий армянин. «Я армянин, и это не обсуждается. Возможно, я не выгляжу как армянин, но во французском языке есть выражение, одежда, которую ты носишь, не делает тебя тем, кем ты являешься. Это на самом деле так», – отметил Николя Азнабур. Также признался, что очень часто на рынках в Армении, куда любят ходить по выходным, люди начинают говорить с ним на русском, а в ответ он кивает головой и на армянском отвечает, что не говорит по-русски. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Бары Камутю». «Бары Камутю» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром!